Все должно быть красиво, модно, стильно и вот так, знаете, из разряда. А для мужчины, если это будет ткань не с кашемира, если это будет, скажем так, как вам сказать, для мужчины важно прежде всего идеальная, идеальная посадка. Мужчина в 4 раза меньше покупает одежду, чем женщина, в 4 раза это статистика. Соответственно, трафик в мужских магазинах намного меньше. Ну и есть самый элементарный вопрос, это пошив даже мужской рубашки, женской блузки. Это совершенно разные фабрики и совершенно разные этапы производства. Поэтому я думаю, что я ответил на вопрос вашего верночитателя, потому что реально это очень сложно. Я вам скажу честно, когда я запускал мужскую линию, если бы я знал, что будет так тяжело, я бы никогда в жизни на это не пошел. Насколько я люблю сложные задачи, но это вообще непросто. То есть я жалею тебя больше, что вы носили линию? Да, жалею. Потому что с мужчинами очень сложно работать в плане того, что они, знаете, они как паровозы. Они всегда мчатся на бешеной скорости, и даже если они живут на тормоз, ага, новый бренд, они еще как минимум 2 километра, знаете, когда паровоз, ты жмешь на тормоз, он еще 2 километра как минимум проезжает, ну просто на автопилоте. Но то же самое с мужчинами. Если им понравится, это еще не факт, что он станет твоим постоянным клиентом. Поэтому мужчинам нужно доказывать из года в год, из сезона в сезон, что ты крутой и классный. Что ты делаешь, работаешь только с итальянскими дорогими фабриками по производству тканей. То есть, допустим, я привожу ткани для мужской одежды, Пол Смит, рубашечные ткани, Бриони, Изэнья, шерсть и кашемир для пиджаков и брюк. То есть, понимаете, ну с такими тканями вообще мало кто работает в нашей стране. Это раз. А во-вторых, ну в связи с тем, что женская одежда у меня на 30% дешевле, я не могу финансово себе позволить привозить такие дорогие ткани именно для женской линии АТАН, естественно. Потому что для линии АТАЛЬЕ Андретан, ну как бы, естественно, там только, ну там совершенно другие ткани. Поэтому с мужчинами с одной стороны как тяжело, с другой стороны и просто. Потому что мужчины, знаете, как вам сказать, ты долго завоевываешь свою репутацию, но если ты уже ее завоевал, то все, он будет как паровоз, который мчится на бешеной скорости. Он всегда будет тебе приходить за всем. Мне так приятно. Я иногда захожу в магазины, допустим, в мужские свои, и вижу вот мужчину, буквально вот неделю назад, зашел, и мужчина был полностью, полностью вот в одежде. Он говорит, у меня только белье не Андретан. А так, носки Андретан, джинсы Андретан, куртка Андретан, свитер Андретан, рубашка Андретан, все Андретан. И я говорю, я как бы всегда стараюсь пообщаться, для меня очень важно потребности клиента, чего они ожидают от меня. И они говорят, вы знаете, вот я пришел за четвертыми, такими же джинсами, потому что вот вы, они настолько на мне идеально сидят, и три года подряд покупаю одну и ту же модель. Ну, джинсы, они-то базовые, да, и точнее, не то, что там рубашки, и все остальное, которое мы меняем каждый сезон. Он говорит, вот я для себя выбрал эти джинсы, и я три года подряд покупаю все время одну и ту же пару джинс, потому что они на мне сидят идеально, и они мне очень-очень нравятся. Поэтому, ну, женщины так никогда в жизни не делают. Женщина, ее сегодня поманили конфеткой, она побежала к одному дизайнеру, завтра к другому дизайнеру, послезавтра к третьему дизайнеру, хотя в нашей сети Андретан 65% постоянных клиентов, это уже общепринятая статистика. Ну, я думаю, мужчина просто проще прийти, в один магазин, и купить сразу все. Да, это точно. Вот Марина спрашивает, с удовольствием нашел ваши платья, радуюсь, что их можно купить за вполне реальные деньги, 2-3 тысячи гривен. При этом смотрю на одежду других украинских дизайнеров, а у них цены в 5 раз выше. Как в том анекдоте, не ценник, а номер телефона. Почему ваши коллеги делают такую наценку? Ну, во-первых, я вам скажу честно, мои коллеги, ну, я же был, скажем так, в их ряде, буквально 8 лет назад до того момента, как запустил, до того момента, как запустил свою линию АТАМ, вторую линию. Ну, я вам скажу честно, в начале я был 2 раза банкротом. Это очень сложно, перестроиться и стать дизайнером, когда ты шил эксклюзивные платья, там, для Тины Карроль, Светы Лободы, там, для Ули Полякова и так далее, перейти в разряд, когда ты делаешь свою коллекцию в размерном ряде и так далее. То есть, у меня специфика, я делаю большое количество моделей, но очень узком, маленьком количестве. Для чего? Для того, чтобы в каждом городе была только одна размерная сетка. То есть, если ты в своем городе не купила размер S, то все, его завтра не будет. У нас очень часто покупают, допустим, размер L и перешивают на размер S, потому что в этом городе уже этого платья нет. И ты практически, ну, то есть, размер есть S, M, L, XL. Четыре размера. То есть, итого четыре девушки, максимум, в вашем городе будут ходить в этом платье за 2000 гривен. Ну, то есть, мы же не говорим там о первой линии или кутюрной линии, да? То есть, мы говорим о том, одежда еще и эксклюзивная практически. Поэтому, в принципе, перейти молодым дизайнером или дизайнером с такого производства в более такого массовое производство очень сложно. И, ну, скажем так, я еще раз повторюсь, мне было в начале первые три года очень тяжело, ну, вот прям очень. Я вообще думал закрыть все это. Я думал, что, значит, я куда-то не туда иду, потому что, вы понимаете, ты должен шить 10 платьев, но цену ты должен давать такую, как вроде ты ее шьешь 100 тысяч, понимаете, образно говоря. Поэтому, вот этот переход, он очень болезненный. И, естественно, не все дизайнеры на это решаются. Вы поймите, вы не обвиняете ни в чем у украинских дизайнеров, потому что мы и так делаем невозможное возможным. Потому что, вы поймите, когда ты шьешь три платья, ты ткань покупаешь за другие деньги. Это раз. Ты содержишь в том числе этих 10 портных, администратору, платишь за аренду, свет, звук, амортизация оборудования и так далее. Поэтому, им же нужно делить эти все растраты на что-то. То есть, если я шью 100 платьев одной модели, я, ну, как бы, проще мне, да, я могу это разделить. И поэтому, естественно, у меня себестоимость дешевле. Плюс ко всему, мне там многие украинские дизайнеры говорят, Андре, как у тебя это платье может стоить 2000 гривен, если у тебя здесь молния рири, которая стоит реально 900 гривен. Типа, ну как, объясни мне. И у тебя здесь ткань, допустим, ну вот одна наша клиентка, она пришла и говорит, она где-то нашла здесь на Боженко ткань, такую же, итальянскую. И она говорит, как у вас может эта юбка стоить там 1800 гривен, если я возьму ткань в магазине и куплю на эту юбку и ту ткань, то у меня получается 3000 гривен только одна ткань, это без пошива, без молнии, без ничего, потому что вы покупаете здесь, а я покупаю в Италии, потому что у нас есть там офис, и я покупаю первоисточник, а плюс ко всему я покупаю это в таком количестве, что естественно у меня совершенно другая адекватная нормальная цена. И поэтому я предлагаю продукт дорого за недорого. То есть, когда вы покупаете классную, офигенную дизайнерскую вещь из итальянской натуральной ткани, но при этом платье это совершенно гуманные деньги, потому что, ну хотим мы этого или нет, но Украина не, скажем так, не самая богатая страна в Европе, и соответственно нужно протягивать ножки по своей одежке. А что вообще, простой вопрос, что формирует вообще цену платьев? Какой последовательности? То есть, имя дизайнера, ткань, фурнитура? Самое дорогое это всегда ткань, 60% стоимости это составляет ткань, работа всегда стоит дешевле, хотя сейчас Украина настолько стала популярна с точки зрения производства, у нас все шьют. Вот вся Европа, все итальянцы у нас шьют уже Бершка, Зарас, Традивариус, шьют у нас в Украине, но и не только масс-маркеты, то есть, шьет и этот, Наф-Наф, и шьет у нас Макс Мара свои пальто, и шьет Прада, даже, правда, один сезон они только шили, в Харькове на производстве шили свои плащи, и Жан-Поль Гати на Западной Украине занимается кожей, поэтому, на самом деле, я уже молчу за Хьюго Босс, такие традиционные бренды, Хьюго Босс вообще в Украине 20 лет уже отшивает свои костюмы, на Виннице, кстати, под Виннице у них там фабрика, поэтому, сейчас, с точки зрения производства, конечно, сложнее, но, в основном, всегда, если говорить о себестоимости, это больше всего занимает эта ткань. Вы называли украинские звезды, которыми вы работали, а украинские политики заказывают вас одежду? Сейчас нет. А раньше да? Раньше да, и я вам хочу сказать, мне не очень с ними нравится работать, потому что, ну, сейчас меня просто боятся, они, наверное, думают, что я очень дорогой, или я не знаю, да, поэтому они ко мне не приходят, но я имею в виду новые политики. Ну, и вообще, сейчас, как бы, такой тренд а-ля low cost, да, то есть, когда все любят а-ля экономить, и нужно показывать, что, ну, сейчас, видите, глобальный тренд, там, Мишель Обама вышла в платье, там, за, не знаю, 80 долларов, королева, Королева Испания вышла тоже в платье Зара, причем, там, на инаугурацию, ну, то есть, это сейчас глобальный тренд, выходить в платьях типа недорогих и показывать, что я такая же, как и вы, очень, несмотря на то, что я там первая леди страны. Поэтому, в принципе, этот тренд ощутим и в том числе и у наших политиков, ну, и плюс ко всему, они даже, если покупают бренды, они сейчас их очень часто убирают на молниях, на собачках надписи, меняют даже молнии специально, мне рассказывали в некоторых магазинах, в наших бутиках, очень известных о том, что они, допустим, купили, допустим, Versace, да, и они говорят, так, спарите мне вот это вот Versace, уберите мне молнию, чтобы никто вообще не понимал, что это Versace, ну, образно говоря, и это реально сейчас работает. Поэтому, с современными политиками я не работаю, да и не хочу, скажем честно. А раньше с кем работали? Или не хотите назвать? Не хочу назвать, но очень со многими, очень со многими. Ну, просто так получилось, что они сами ко мне приходили, это, знаете, один пришел и привел за собой потом уже всех остальных. Но, я никогда на них не делал ставки, потому что я все время делал ставку на современную украинскую женщину. Мне кажется, что это более благодатная почва, чем быть привязанным к какой-то там группе людей, которые сегодня в фаворе, а завтра нет. А вообще, как вам стиль наших депутатов? Мужчин и женщин? Я не хочу комментировать это, потому что я бы, конечно, многое поменял, но, вы знаете, ко мне не обращаются, что я должен советовать. Поэтому, если бы ко мне обратились, я бы предложил свое видение того или иного имиджа. Кстати, кого-то можете выделить из известных женщин, кого вы можете назвать иконой стиля в Украине? Кому наоборот какие-то модные уроки еще дать? Ой, вы знаете, я раньше любил рассказывать вообще, кто мне нравится, кто не нравится, но после этого люди со мной вообще перестали здороваться. Я не буду называть звезд, которые вообще после этого занесли мне в черный список, и депутаты, кстати, в том числе. Причем, ну, мне казалось, что я говорил в лайт-варианте, но, оказывается, для людей даже это был не лайт-вариант, а был какой-то очень жесткий. Но я могу сказать, ну, кто мне нравится, как одевается, мне нравится, как одевается Маша Ефросинина, она всегда выглядит очень достойно, круто, классно. Мне нравится, как одевается Тина Каролина, всегда, ну, контролирует то, в чем она одета. Оля Полякова, когда они не с вот этими своими, там, скажем так, камнями в глазах, ну, то есть, когда она одевается для жизни, а не когда она одевается на сцену, да, потому что, ну, сцена это все-таки, мне кажется, Оля Полякова это все-таки наша украинская леди Гага, поэтому стоит четко разделять ее повседневный образ и ее образ, ее образ на сцене. Потом, кто мне еще нравится? Ну, мне нравится всегда, всю жизнь выглядела Ассия Ахат, стильно, я не знаю, там, даже несмотря на то, что у нее есть вопросы с фигурой, да, но она тем не менее настолько удачно это все комплиментирует, что это смотрится действительно очень красиво и стильно. Только что пришел вопрос, Мария спрашивает, скажите, пожалуйста, как подбирать одежду девушкам с веснушками? Интересный вопрос. Да, ну, вообще, слушайте, если вы в веснушках, вы поцелованная солнцем, да, поэтому вам, в принципе, это говорит о том, что у вас теплые цветотипы, вам, в принципе, идет все практически, ну, я имею в виду, вся теплая цветовая гамма. Ну, естественно, опять, а какой там цвет волос она мне написала? Потому что здесь еще нужно привязать. Нет, Если бы она сказала мне цвет волос, я бы сразу дал бы рекомендацию, потому что веснушки это такой вопрос относительный. А еще спрашивают, а есть ли плечи широкие, как подбирать одежду? Ну, вам, естественно, слушайте, ну, это очень элементарный вопрос, кстати, на мастер-классах я тоже всегда их рассказываю. Существует пять типов фигур основных, и у вас просто фигура перевернутый треугольник, и вам нужно сделать баланс, вам нужно носить пышные юбки, вам нужно носить юбки, юбки-карандаш с басками, то есть максимально для того, чтобы расширить нижнюю часть вашей фигуры, то есть, или брюки-клеш, то есть, чтобы все максимально сбалансировать вверх снизом. Поэтому, кстати, фигура перевернутый треугольник, это самая распространенная фигура среди топ-моделей, кстати, у Парис Хилтон, пусть я найду топ-модель, у нее тоже фигура перевернутый треугольник, где практически отсутствуют бедра, такая фигура мальчик-девочка. Поэтому, я вам скажу честно, с такой фигурой очень легко работать. Ирина спрашивает, вы наверняка смотрите показы ваших украинских коллег, вы как считаете, много среди них тех, которые заимствуют идеи западных дизайнеров? Например, бренд Вэтэмэн в свое время стал выпускать джинсы с необработанным краем. Так, теперь это стало фишкой каждого второго отечественного дизайнера. Или это нельзя все-таки назвать плагиатом? Ну, во-первых, я не смотрю коллекции своих коллег, рассказываю, почему, потому что я всегда считаю, что нужно равняться на... Ну, это как, знаете, как среди спортсменов есть олимпиада, да, где показывают лучшие результаты со всего мира. Вот, для меня все-таки лучшие результаты со всего мира это Париж Fashion Week, даже не Милан и даже не Нью-Йорк. Это Лондон, это всегда больше креатив, а Франция, Парижская неделя моды, которую я всегда посещаю каждые полгода, для того, чтобы глазами своими собственными увидеть, как организованы показы, какие модели ходят, вообще, ну, когда ты понимаешь, когда ты смотришь, присутствуешь на показе Шанель, и понимаешь, что вот эту картинку вложено 2 миллиона евро только в организацию дефиле, ты понимаешь, скажем так, это как у спортсмена планка, к которой ты должен стремиться. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не смотрю коллекции своих коллег, для того, чтобы, ну, скажем так, не опускаться, да, на такой вот, ну, стандартный уровень, да, потому что, в любом случае, у нас, мы не Париж, мы не Франция, у нас немножко, как бы, другой уровень. Поэтому я всегда привык равняться на лучшее. Это раз. Какой там еще вопрос? Подождите, прослушаю. Ну, продолжение этого. Я вам скажу честно, если говорить уже о Заре, то они вообще выстроили свою международную империю, только благодаря копирайту, скажем так. У них работает около 250 дизайнов, которые просто копируют чужие идеи. Это отвратительно. Все равно, что я к вам залезу домой, залезу в вашу квартиру, вынесу диван, все, что мне понравилось, там, телевизор плазменный, скажу, а что такое? Мне тоже нравится этот диван и ваша плазма. То есть я считаю, что это унижение, потому что это, скажем так, кража интеллектуальной собственности. Это раз. Во-вторых, к сожалению, к большому сожалению, существует закон о том, что если есть три изменения, то это уже кардинально другая модель. То есть что делает Зара, да, допустим, они увидели, прошла коллекция там, Диор, они делают, допустим, там, немножко меньше пуговицы, поменяли цвет подкладки, немножко воротник не такой большой, чуть-чуть поменьше, и уже вы, в принципе, имеете Диор только в 100 раз дешевле, или там, в 30 раз дешевле за гуманные деньги в Заре. И вообще, я бы здесь поспорил касательно Ватман. Я обожаю этот бренд, да, они действительно, Гвасалия для меня, это, ну, скажем так, человек, который по-другому заставил посмотреть на модные тенденции, но на потреманные джинсы, поверьте мне, я придумал не он, и это придумали еще до него, в лихие 70-е, даже не 90-е. Поэтому, в принципе, для того, чтобы кого-то критиковать, нужно иметь образование в фэшн-индустрии, то есть, знать историю костюма. Это, знаете, у меня есть академия стильдзайна Андредана, и одна из девушек ко мне подошла и говорит о том, что, вы знаете, я была на Ukraine Fashion Week, и вот Лиля Пустовит у меня украла этот, юбку, юбку гофре. Я говорю, в смысле, милая моя? Это говорит о том, что ты плохо учишься у нас в академии. Это говорит о том, что ты не знаешь историю костюма, потому что, для того, чтобы ты, ну, скажем так, критиковала кого-то и думала о том, что тебя кто-то что-то украл, ты должна понять, что сделали до тебя, потому что новое, это хорошо забытое старое. Я говорю, если бы ты знала, не Лиля Пустовит, не, я говорю, наши бабушки ходили в юбках гофре, и производство было немножко другое просто. Поэтому, ни ты, ни Лиля Пустовит никто ни у кого не украл. Это на самом деле, это как платье по косой придумала знаменитая мадам Вионет, да, ну, то есть, а потом это уже взял Джон Гальяна и сделал это своей фишкой. Потому что, мадам-то Вионет уже нет в живых, понимаете, если бы Гальяна не поднял этот пласт истории, тогда все бы забыли об этом, ну, о том, что можно платье кроить по косой вечерней, и это смотрится красиво и сексуально. Поэтому есть много-много разных нюансов. Поэтому, вообще сейчас, скажу честно, придумать что-то новое просто нереально. Можно только удивить нестандартной подачей. То есть, сейчас в моде винегрет, да, когда ты сразу в одном, в одном, скажем так, в одной коллекции у тебя сразу идет пять тем. Если раньше Валентина 20 лет назад говорила о том, что в коллекции должно присутствовать максимум две темы, да, то сейчас их должно быть 22, для того, чтобы удовлетворить всех клиентов. И вообще, какие главные проблемы в украинской модной инстрии, в общем, можете выделить, или у нас все гладко и все стабильно? Вы что? Ну, самая главная проблема это отсутствие денег. Это самая главная проблема. Потому что я уже неоднократно говорил о том, что государство в этом не думает. Хотя, на самом деле, скажу честно, такие страны, как Китай, такие страны, как Турция, поднялись прекрасно на легенькой промышленности. И если бы наши сильные мира сего понимали это, а не относили фэшн-индустрию к альтернативной промышленности, мы почему-то сейчас записаны в этом подклассе, то я думаю, что все бы на самом деле было бы по-другому. Поэтому, ну, я имею в виду, потому что чем больше Украина во всем мире, вообще, испокон веков, там, со времен Советского Союза могла, что? Хорошо развита была агрария и легкая промышленность. У нас всегда все шили в советское время. Так давайте же брать наши сильные стороны. Айти сейчас пытаются у нас тут как-то привить. Ну, посмотрим, пройдет время, поймем, будем ли мы новой силиконовой долиной или нет. Но почему забыли агрария у нас развивается, но почему-то все забыли о легкой промышленности. А все на самом деле так просто. Если бы государство выделило, допустим, бюджет на, допустим, 5-10 дизайнеров и вывозили нас на международные выставки в Париж, в Милан, я говорю, не показы. Показы это неправильная трата денег, а международные выставки, в которой участвуют, вот, допустим, как Турция начинала работать. Они брали, допустим, в центре, допустим, на международной выставке предапорте в Париже, они выкупали сразу, допустим, 200 квадратных метров и ставили своих 20 лучших дизайнеров. Для чего? Турецкий дизайнер получает заказы со всего мира, он производит это все в своей стране, в Стамбуле, или в своей Турции, платит налоги в Турции и, соответственно, еще поднимает выводом, что он все это вывозит из страны, в другие страны. То есть даже, ну, если не говорить даже о том, что мода это на самом деле тот же спорт, да, ну, то есть он точно так же популяризирует страну, это прежде всего заплаченные налоги и это рабочие места в нашей стране. Поэтому я не знаю, когда дойдет до наших политиков о том, что легкую промышленность в нее нужно вкладывать и развивать, начинать с малого, хотя бы просто с малого, просто вывозить дизайнеров на международные выставки. Ну, что сами понимаете, ну, таких, как Андретан, очень мало, да, и молодому дизайнеру, у которого у нас все хорошо с головой, мы можем произвести все в нашей стране, но молодому дизайнеру каждая выставка это минимум 15 тысяч евро. Ну, где он возьмет эти деньги? Объясните мне. Он не может найти эти деньги и мало того, выставка работает всегда на третий сезон. Соответственно, ну, то есть ему нужно вложить, грубо говоря, 50 тысяч евро, а еще нужно что-то там покушать, неделю пожить в этой стране, там, и привезти помощника какого-то, да, чтобы, грубо говоря, хотя бы там, не знаю, выйти на несколько минут по нуждам, все равно нужно вести с собой какого-то помощника на эту выставку. Поэтому, пока государство это не поймет, будет очень сложно в фэшн-дюстрии. Ну, Гарр, раз вопрос приходил, хочу попасть на третий сезон модель XL, будет ли он вообще? Ну, сейчас обсуждаем, будет ли третий сезон, но в любом случае следите за новостями на сайте, ну, в любом случае я об этом обязательно расскажу у себя в Инстаграме и на Фейсбуке. Вопрос приходил, Таня спрашивает, моя подруга работает швеей на компании, которая создает одежду для бренда Zara. Так вот, она жалуется на адские условия труда и низкую зарплату. А сколько получает швеи у Андрея Танны? У нас эти швеи получают достаточно хорошо. У нас получают они от 10 до, ну, зависимые, понятное дело, швея, швея рознь, ну, то есть, от 10 до 20 тысяч гривен у нас получают швея в месяц. То есть, это хорошие зарплаты, мало того, у нас очень высокие ставки и тарифы, кстати, на пошива. Ну, плюс ко всему, вы же, конечно, еще делите, у нас есть пошив первой линии, это премиальная линейка, да, то есть, это другого уровня люди, которые минимум 15 лет проработали портной, и там совершенно другие критерии на качество. Но там задача зато пошить одно платье в день, а, допустим, в нашей линии АТАН, там требования три платья в день, поэтому, ну, там чуть-чуть разные требования, соответственно, разная форма оплаты труда. Но я могу сказать с уверенностью, что мы, пожалуй, одни из немногих, у кого портные зарабатывают очень хорошие деньги. Я сейчас говорю среднее, потому что, допустим, те портные, которые работают с первой линией, они зарабатывают еще больше. Но я не хочу раздражать весь рынок сейчас этими зарплатами. Спасибо большое за ответы, завершающее слово, а также приглашайте на свои мастер-классы. Да, я хочу раз еще раз всех пригласить на свои мастер-классы 17 февраля в городе Харькове, 18 февраля в Днепре, 19 февраля в Запорожье, 15 марта в Одессе, еще у нас будет плюс два города. Поэтому, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, приходите на мои мастер-классы. Поговорим не только о моде, но еще побудите моделью. Я обязательно расскажу вам, что нужно купить в вашем гардеробе и что изменить. И вообще, как в принципе жить и быть счастливой. Ну и еще немаловажно, обязательно выпьем бокальчик игристого, по бокальчику игристого и обязательно сделаем селфи. Так что будет очень ярко и интересно. Спасибо.